всем привет меня зовут ольга и вы на моем канале где я рассказываю о своих комнатных растениях и немножко о рыбках вот сегодня поговорим немножко рыбках но скорее всего даже не о рыбках а о большом красивом растение которое называется апанагетон мадагаскарский вот она красивая такое я его разделила его здесь два вот и сегодня видео я покажу как я выделила как обрабатывала приятного просмотра достала я свой апанагетон мадагаскарский вот видите уже разделение идет на две части вот это значит его пора делить когда в одной картошке вот на но на одной картошке растут вот такие две части 23 он растет очень плохо начинает расти очень плохо листики маленькие начинают расти поэтому лучше картошку разрезать то есть картошку мы разрезаем лезвием и потом вместо разреза вот я натолкла активированный уголь то есть присыпаем активированному углю активированным углем и даем немного подсохнуть минут где-то 10 наверное вот так вот я где-то даю чтобы чуть-чуть вот именно на картошке подсохнуть дальше теперь самое интересное много где в книжках читала да и в интернете тоже что апанагетон мадагаскарский многие называли двухлетником то есть то что он живет два года и все дальше вот он умирает ну этому апанагетону уже лет пять и умирать он не собирается почему же все таки у некоторых людей он живет два года скорее всего это из-за самого клубня поскольку я считаю что апанагетон мадагаскарский нужно раз в год пересаживать то есть доставать его из грунт проверять клубе потому что клубе подгнивает вот я вам сейчас покажу это каждый год случается и ничего вы не сделаете вот видите черное вот он начал это еще чуть-чуть только он чуть-чуть подгнил еще не совсем бывает что и пол картошки уже гнило и вот это все я буду обрезать до белого ну кого получается как удар клубня и обрабатывать углем ну соответственно разрезать пополам дальше почему он загнивает видите идет картофель и вот так вот оплетаются корни я так думаю что там просто закисает грунт мы же не можем добраться туда что просифонить и после того как вы ну если вы купили где-то апанагетон да или вы разделили его вот вам как его нужно садить то место куда вы собираетесь посадить в аквариуме нужно хорошо просифонить он любит именно чистый грунт не не закисший там не застойный то есть и потому что тогда будет гнить картошка я всегда сифоню но через год вы же понимаете когда он уже год там на одном месте сидит конечно он там будет за или ваться и конечно туда сифоном я никак не проберусь и поэтому раз в год я рекомендую его все-таки пересаживать смотреть состояние клубня дальше апанагетон мадагаскарский растет на мадагаскаре да там в реках то есть он любит холодную воду ну 24 градуса ну как сказать у меня в принципе в аквариуме зимой 26 градусов чувствует он себя прекрасно если температура воды поднимается до 28 градусов он просто замедляет свой рост когда-то одним летом не помню было сильно жарко и у меня почти по 30 градусов и была вода он замедлился в росте скинул все свои старые листья но клубень так и оставался сидеть в грунте я так могу предположить что он просто спал в спячку и когда пришла осень температура в аквариуме опустилась и он начал расти то есть с ним все было в порядке поэтому если плохо растет нужно смотреть температуру воды конечно 26 градусов ему хорошо 25-24 больше просто замедляется в росте вот и все сейчас я буду обрабатывать я уже обработала лезвие сейчас буду обрезать это все и делить клубе наш не видите как до белого здесь еще гниль идет вот ее надо хорошенечко обрезать вот эту всю гниль до белого не жалейте ну я когда-то вообще обрезала очень сильно его но не нужно этого жалеть вот картошка ленте какая огромная выросла за год поэтому и конечно если вы покупаете мадагаскарца хорошо если он будет уже с картошкой то есть деленка клубневая нежели если он выращенный семян я конечно из семян не пробовала растет у меня кстати цветет очень часто очень много зимой но с клубня он лучше как живучий говорят больше более живучий чем если выращенные из семени не знаю насколько правда я обралась с клубнем правда был очень маленький клубенек ничего вот смотрите обрезаю а там серое видите вот это тоже все надо обрезать я прямо чувствую запах такое гниение есть прям хороший так вот корни тоже говорят можно обрезать он пустит новые знаю я по-разному когда обрезаю когда нет поэтому мне кажется на свое усмотрение много читала что да и в принципе многие задавали вопросы там есть на некоторых формах как но тяжело выращивать его он одно из таких капризных растений не знаю у меня но мне кажется панагетон это вообще для меня это настолько простое в уходе растения единственное что если вы хотите чтобы он у вас хорошо рос нужно все-таки co2 тогда он будет большой тушный вот без ложки конечно он у вас будет такой не очень в общем ладно сейчас попробую обрезать смотрите прям какой вот гляньте какой картофель здоровый видеть его надо сейчас будет аккуратно это все листики разделить обрезать лист он гонит у меня где-то один лист четыре дня зимой у меня аквариум на 350 литров он занимает пол аквариума то есть это растение все-таки для больших аквариум не как по-другому то есть в большой аквариум потому что в маленьком в 50 литров 100 литров делать нечего 200 еще куда ни что ну вот у меня 350 литров метр тридцать длина аквариума вот в хорошем своем росте он занимает у меня половину аквариума истин я бывает раз в две недели ведро листьев выношу мусор то есть его прорежала потому что настолько он густой цветет он тоже он у меня выпускает может выпустить 45 стрела очень красивые но запах такой отвратительный но я не знаю с чем его сравнить наверно как ну не с общественным туалетом но вот запах отцветения конечно особенно у меня крышка он закрытый и когда ты открываешь эту крышку эти цветы они красивые но он сладковатый такой но в общем очень неприятный папа мне так сильно если мне не нравилось так и растение потому что это наверное самая любимая мое растение в аквариуме я считаю самым красивым вот только конечно недостаток в запахе этих цветков сейчас я прервусь разрежу его и покажу что получилось итак я разрезала клубень правда вот этим лезвием мне не получилось я убрала вот такой вот нож вот один клубень я смазала уже видите он черный активированным углем хорошенечко хорошенечко вот смотрите это второй круг клубень видите какая белая картошечка вот это вот все я обрезала всю эту гниль но кстати хочу сказать сейчас буду мазать углем хочу вам сказать что он не так уж и сгнил у меня было когда-то пол клубня сгнила я думала разделить его на несколько но нет я там обрезала очень много помню ну все теперь вот вот так вот но нужно оставить чтоб он подсох все реки пока он будет подсыхать я хорошенечко просифоню место куда его буду садить и посажу корни обрежу часть что-то оставлю можно полностью то есть можно вообще срезать полностью оставлять одну картошку и потом сверху будут расти корешки и углублять дальше мадагаскарца также рекомендуется садить его то есть не заглублять сильно а вот так чтобы чуть-чуть виднелся клубе не тот вот корешки могут чуть-чуть сверху быть вот вот так вот видите как он идет вот посмотрим я потом по я уже все просифонию посажу и покажу уже с включенными лампами в аквариуме будет хорошо видно как он сейчас выглядит и потом буду видео вам тогда делать где будет видно его рост то есть именно после деления после пересадки посмотрим вот хочу посчитать насколько быстро он станет пушистеньким конечно второй клубень я скорее всего продам потому что два мне точно не надо но пока они будут сидеть у меня и я увижу что он хорошо прижился и хорошо себя чувствует только тогда я буду вставлять его на продажу уже все закругляемся и в конце вот покажу уже готовый вариант итак вы посмотрели как я делила свой клубень и давайте теперь подытожим апанагетон мадагаскарский любит температуру 24-26 градусов при больших температурах он может впадать в спячку отдельно не нужно устраивать ему зимовку в холодильнике когда-то мне попадалось в интернете такая статья что один человек до который выращивает апанагетон и мадагаскарский он клубни летом там на несколько месяцев отправлял холодильник ну в принципе этого не нужно делать у меня апанагетон живет пять лет и он один раз переносил впадал в спячку как бы зимовку такую переносил летом сам по себе и клубень оставался у меня в грунте и потом в сентябре он сам начал расти пока даже раз спала температура понизилась в аквариуме он спокойненько где-то за недели три у меня вырос в хороший куст что нужно для ухода обязательно нужен во первых очень большой аквариум ну то есть аквариум от ну где-то 300 литров и больше поскольку зимой он хорошо разрастается у меня аквариум 350 литров и у меня будет занимать половину аквариума в хорошем своем вот этом росте поэтому лучше это растение садить в большие аквариумы соответственно толщина грунта тоже должна быть где-то ну скорее всего сантиметров от 5 у меня идет по наклонной и от 5 до 8 сантиметров к задней стенке аквариума если вы хотите чтоб ваш апанагетон рос большим красивым кустом обязательно нужно co2 в небольших дозах но но ему необходимо по своим наблюдениям когда я отключаю co2 он у меня перестает так хорошо расти ну и становится таким вот чах леньким кустиком на не очень хороший вид у него получается 102 он просто красавец вырастает также любит прикорневую подкормку я подкармливаю шариками глины его периодически что еще они можно рассказать да в принципе основное это температура co2 а также раз в год рекомендую его пересаживать чтобы проверять клубы на наличие гниения обязательно и когда вы садите в грунт соответственно это место вы хорошо просифонте он не любит заиленный грунт вот и все и он у вас будет расти цвести пахнуть и радовать вас просто достаточно соблюдать эти правила и все и он несложный совершенно в уходе для меня это самое простое растение которое есть у меня в аквариуме правда всем хорошего дня надеюсь видео было вам полезно если у вас есть опыт выращивания этого растения пожалуйста поделитесь в комментариях всем хорошего дня